В эфире новости Дагестан, в студии Зухралиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Герои не умирают, они в нашей памяти живут. Площадь имени героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова появилась в Донецке. На скаку не остановишь. В Махачкале на ипподроме конно-спортивного клуба «Зебра» состоялись республиканские скачки, посвященные Дню Победы. Военные на татаме. В Каспийске подведены итоги 21-го открытого чемпионата Дагестана по армейскому рукопашному бою. Площадь имени героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова появилась в Донецке. Табличку установил отец погибшего на Украине, десантника Энгельс Гаджимагомедов и глава ДНР Денис Пушилин. Напомним ранее, имя героя дали и Махачкалинской школе номер 42, которую он в свое время окончил. Решение об этом было принято мэром Махачкалы Салманом Дадаевым. Почтить память Нурмагомеда вместе с руководством Махачкалы пришли представители правительства Дагестана. А мать Нурмагомеда передала школьному музею копию звезды Героя России и обратилась с напутственными словами к ученикам. Подрастающему поколению ученикам хочу пожелать растите, занимайтесь, учитесь, будьте здоровыми, любите, уважайте, цените мать, отца, близких, родных. Что могу сказать? Мой сын очень трепетно относился ко мне, уважительно относился к отцу, к родственникам, ко всем. Не могу сказать, чтобы он кому-то нагрубил, кого-то обидел. В его характере это не было. Пусть эта звезда и эта грамота лежат в этом музее школы. Спасибо всем. Нашей дагестанской матерью, наш дагестанский сын оказался в первых рядах сопротивления вот этой заразе. Совершил геройский поступок и получил звание Героя Российской Федерации. К большому сожалению, посмертно это единственный воин, который удостоился вот такой личной отметки нашего президента, нашей страны, который так высоко оценил героический подвиг. И до сих пор, уже по прошествии скольких месяцев, Нурмагомед вдохновляет всю группировку российских войск, которые сейчас там проводят специальную военную операцию на территории Украины. И огромная благодарность руководству города, которое поддержало инициативу присвоения имени Нурмагомеда Джамагомеда в этой школе, где он учился. Потому что его имя и фамилия, и в названии школы, и в коридорах, он тоже будет вот так же воспитывать наших ребят, которые учатся сейчас, быть примером для подвига. Махачкаринцам выбрать территорию для благоустройства стало еще проще. Администрацией города в общественном транспорте расклеены информационные плакаты с активным QR-кодом. Они появились уже на более 200 микроавтобусах, и в ближайшее время их количество будет увеличено. Процесс занимает несколько минут. На главной странице сайта необходимо ознакомиться со списком объектов и выбрать тот, за который хотите отдать голос. Напомним, с конца апреля по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта. В Махачкале таких 13 объектов. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. Ввиду того, что проводится голосование с целью выбора площадки для обустройства общественного пространства, транспортным управлением организована расклейка информации, плакатов в общественном транспорте, для того, чтобы наши граждане махачкалинцы могли легко с помощью смартфона, наведя камеру смартфона на QR-код, спокойно перейти на сайт голосования, выбрать ту площадку, за которую они хотят проголосовать, для того, чтобы эту площадку обустроили в ближайшее время. Муниципалитеты Дагестана неохотно переходят на новую модель контрольно-надзорной деятельности. Правительство региона поручило главам муниципальных образований максимально ускорить процесс. Напомним, речь идет о ходе реализации в регионе федерального закона за номером 248, предполагающем внедрение новой системы контроля в деятельности органов государственной власти на местах. Говоря о результатах данной работы, премьер Абдул-Муслем Абдул-Муслемов отметил, что только 11 муниципальных образований из 52 провели работу должным образом. В Махачкале на ипподроме конно-спортивного клуба «Зебра» состоялись республиканские скачки, посвященные Дню Победы. Мероприятие собрало около 3000 человек. Посмотреть на зрелищные события пришли члены республиканского правительства, представители силовых ведомств и руководства города. Все подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Лошади вовсю скачут к финишу самой длинной дистанции в 5200 метров. В республиканских скачках по случаю Дня Победы участвуют английская, чистокровная и арабо-халтикинская пород. Всего пять заездов. За первые места в заездах соревнуются скаковые лошади не только из разных уголков Дагестана, но и из соседних республик. Очень красивые скачки проходят сегодня в республике Дагестан. Такое мероприятие, можно сказать, как в Дубае. Очень много людей, очень много любителей лошадей. Мероприятие на высшем уровне. Огромное спасибо организаторам. Много гостей из республики. Кто-то в первом заезде второе место занял у нас в лошадьей республики. А сейчас в этом заезде третье было. Посмотреть на зрелище пришли тысячи людей, взрослые и дети. Среди почетных гостей муфти Дагестана Шир Ахмад Афанди. Министр по национальной политике, делам религии Энрик Муслимов. Герой России изулькает Каидов. Глава города Салман Дадаев и руководитель регионального Минспорта Сажид Сажидов. Я сегодня нахожусь здесь впервые. Я об этом слышал. Кубы, зебра, ипподромы сегодня в республике. Я думаю, это самое лучшее, где мы можем проводить мероприятия, проводить соревнования. Собрать такое количество людей. И я вижу уже здесь как бы реконструкция или стройка, она не закончена, она продолжается. И на сегодняшний день такое самое, можно сказать, для досуга людей хорошее место. В Дагестане должно быть спорт именно связанный с лошадьми. И мы заслуживаем такого прекрасного, хорошего ипподрома. Я думаю, на этом мы будем развивать, будем стараться, чтобы улучшать и делать инфраструктуру намного лучше и лучше. Это очень важно, такие мероприятия проводить, тем более в таком масштабе, на таком высоком уровне. Сегодня, кого я не увидел здесь, все с улыбкой, с радостью, с праздничным настроением. И от мустанга еще какие-то подарки специальные. Весной 45-го года. Между заездами организаторы подготовили культурную программу. Здесь и выступления канатаходцев, аниматоры и аттракционы для детей, нашиды, сценки юных коллективов и многое другое. Приятным сюрпризом для зрителей стал розыгрыш «Трех путевок в Сочи» и «Малыхач-Умру». Давайте смотреть. 22.43! Поздравляю кого-то! Обладатель путевки на Умра, «Малый Хадж». Все аплодируют. Искренне радуемся за человека. Мы сами все видим, организовано все очень хорошо. Здесь различные площадки, есть бесплатный плов, раздача воды, мороженого. Здесь были группы аниматоров, к примеру. Вот мы видим здесь канатаходцы в данный момент. Вот там детские игровые площадки. Ну, самое главное – скачки. По итогам соревновательного дня победителями стали жеребцы из Махачкалы, Каякента, Губдена, Чарады и Нижние Казанища. Призовой фонд каждого заезда составил 100 тысяч рублей. Помимо этого, победителям призерам вручили грамоты, медали, памятные подарки, а также спутниковое оборудование компании МТС, на 807-й кнопке которого вещает и телеканал ННТ. Лошадь был очень устойчивый, хороший был. Был, я бы сказал, неплохо был подготовлен. Изначально тоже была какая-то подготовка. Ну, и совместное фото давайте сделаем. Непосредственно по твоим руководствам сколько месяцев тренировка проходила? Где-то подходило три месяца. Три месяца, и нам удалось за три месяца. Мы делаем коллективное фото. На май месяц именно готовились, обычно в мае скачки хорошие. Именно готовились на май месяц. Там организация очень хорошая, шикарная, понравилась. Спасибо всем организаторам и всем вам. Организатором грандиозного мероприятия выступил конно-спортивный клуб «Зебра». Это ежегодный фестиваль радует жителей и гостей республики красочным и зрелищным представлением. Мне понравилось все, как там на канате ходили. Хорошие такие мероприятия. Такие только были мероприятия, чтобы побольше было. Очень благодарен, спасибо организаторам этих мероприятий. Люди все-таки почувствуют, что это какая-то радость, какая-то удовольствие. Поскольку мы уже последние дни и так все переживаем за всех, за Украину, за другой, за третий. Но это очень хорошо сегодня, что так случилось. Спасибо еще раз всем, кто это организовал. Еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, провел фонд «Инсан». Оно было организовано для внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг в Афганистане, а также для семей служащих и погибших в спецоперации на Украине. Мероприятие посетил муфтий Дагестана шейх Ахмада Фандия с супругой. Для меня как знак, что это благословенный день, что это очень барокатный день. И я выросла с этим чувством, потому что отец моей мамы прошел всю войну. И для нее на тот момент, когда закончилась война, ей было 7 лет, и, видимо, ожидание отца настолько было серьезным, сильным, и она пропустила это через свое сердце, что она каждое 9 мая передавала вот эту частичку вот этой радости совершения войны и нам. Сегодня, 9 мая, это, конечно же, и Афганистан, Украина. И дай у вас, что мы отмечали победу в сегодняшней ситуации. Я не знаю, можно ли сказать. Но это тоже победа, да, вот эта спецоперация, все равно это победа. Когда она закончится, мы будем отмечать. Среди гостей были министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов и мэр Махачкалы Салман Дадаев. В своих выступлениях они поблагодарили Муфтият за мероприятия, которые были организованы в течение всего месяца Рамадана и не только. Каждый год, 77 лет, без какого-то призыва, а именно по призыву сердца, без обязалового какого-то, именно по призыву сердца, мы встаем и идем на центральные площади наших городов по всей стране. Идем потом к памятнику неизвестному солдату, к вечному огню и с глубокой благодарностью возлагаем цветы героям-освободителям. И вечная память и слава всем героям и той войны, и этой специальной военной операции с праздником вас. Я хотел бы еще маленькое такое добавление сделать. огромную вот эту патриотическую работу, которую надо вести, и как бы мы много про это не говорили, чтобы не забыли наши потомки это, все равно ее недостаточно. И больше нас, рукуманских людей, ее проводит Ахмад Ахажда Афанди, Муфтият Республики Дагестан, фонд Инстан, который первый оказался с гуманитарным конвоем на Украине. Пока мы начали собирать, они уже были там с гуманитарным конвоем. И вот те мероприятия. Вчера вроде бы как праздник состоялся, и вроде бы как мы его все ждали, готовились к этому празднику. Он отлично вчера пошел, все махачкалинцы были прям довольны, даже после солидта они хотели расходиться. И вроде бы как он закончился, этот праздник, и воспоминания детства. А сегодня Муфтият Республики Дагестан, Ахмад Ахажда Афанди, подарил нам еще вот эти детские воспоминания, когда мы в детстве ходили на эти скачки. И на этих скачках детям рассказывали, что это в честь Дня Победы, что вот была в нашей истории вот такая веха. И каждый год, и 77 лет праздновали, и еще 177 лет будем праздновать, благодаря вот таким мероприятиям и вот такой батареотической работе. Верное направление. Горячая линия с таким названием для родителей тяжело больных детей появилась в Дагестане, сообщает Минздрав Дагестана. В случае, если возникли сложности с получением лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребенку обследований, а также с проездом до места лечения и проживания, можно позвонить по номеру, который вы сейчас видите на своих экранах. 8 800 303 3030. Время работы линии по будням с 6 до 18 часов. В Каспийске подведены итоги 21-го открытого чемпионата Дагестана по армейскому рукопашному бою. Соревнования посвятили памяти погибших в результате теракта 9 мая 2002 года. Участниками соревнований на кубок главы региона стали 150 спортсменов. Они представляют военно-спортивные клубы, спортшколы республики, а также силовые структуры. Кроме того, на турнир съехались бойцы из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Северной Осетии и Чечни. На торжественной церемонии открытия к участникам соревнований обратились министр спорта республики Саржид Саржидов и заместитель командующего Каспийской флотилии контр-адбирал Анатолий Долгов. Дай Бог, чтобы вы всегда состязались только на спортивных аренах и на спортивных площадках. Дай Бог, чтобы всегда над нашими головами было мирное небо. Успеха вам и пусть победит сильнейший. Изучение боевых искусств делает умного от природы человека еще умнее, а глупого от природы человека не таким безнадежным. Поэтому земля Дагестана славится своими бойцами. Здесь приятно было на отдельные схватки посмотреть. Я хочу пожелать всем здоровья, терпения, побед. Любой бой делает человека выше над самим собой. В общекомандном зачете соревнований среди команд силовых структур победу праздновали бойцы УФСИН России по Дагестану. Второе и третье места разделили команды Каспийской, Ден и Дагестанской таможни. Среди спортивных школ в общекомандном зачете лучшей стала школа единоборств имени Абдулман Апану Магомедова. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.